Знаете, что такое капсула времени? Это послание будущим поколениям, но это почти всегда какой-то цилиндр, где-то там в бетоне. А вот в городе Тусли, это у нас Оклахома, в 1957 году, летом, к 50-летию города, решили поступить по-другому. Они взяли железобетонный бункер времен Холодной войны и поместили туда новый шикарный автомобиль Плимут. Да-да, вы правильно поняли, совершенно новый автомобиль того же года производства. Закопали перед зданием городского совета и табличку сверху положили. В машину заправили 40 литров бензина по 24 цента. Так как думали, а вдруг через 50 лет авто уже будет ездить не на нем и негде будет взят, ну чтобы покататься. Также заправили 5 литров масла, покрыли защитным слоем воска, упаковали в три слоя ткани от грязи. В бардачок положили кожаную дамскую сумочку, где была помада, расческа, заколки и все такое. Отдельно пачку сигарет, спички, пару банок пива, шлица, да много чего интересного. Там же была пленка с фильмом. На пленке был конкурс. Понимаю, кто-то скажет, чего за конкурс. А этот автомобиль должны были подарить человеку, который угадает число жителей города через 50 лет. Ну или число рядом. Этот счастливчик должен был получить автомобиль и счет в банке, на который тогда, 50 лет назад, положили 100 долларов. Но уже на тот момент, когда автомобиль подняли, там лежало 1200 долларов. Также были карты города, открытки, газеты, флаг и все такое. На то, как поднимают автомобиль, пришло посмотреть очень много людей. Некоторые были еще детьми, когда его закапывали. А теперь пришли со своими внуками посмотреть на это. Субтитры сделал DimaTorzok Держал бы ядерный удар, но был бесстерен против грунтовых вод и влаги. Авто было до половины в воде. Все покрыто грязью и коррозией. Ну это вы уже заметили. Но шины все-таки смогли накачать. Но заводить даже не пытались. Да ну и понятно. Хотя у них же был бензин по 24 центов. 40 литров. Но несмотря на это, авто решили полностью восстановить. Хотя, когда отмыли от грязи, то видно, что даже хром местами остался. И уже не такое страшное, как в начале. Но все же, я вот не пойму, зачем было делать именно так. Чего не поставить банально в контейнер, где-нибудь в здании. Да где угодно, но не в землю закапывать. Ну, люди. Если у вас возникли мысли по данному ролику, пишите. А вдруг он вам понравился, то поделитесь с друзьями. До новых встреч на канале. Пока-пока. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok